В прошлом видео мы остановились на том, что создали вот такой узелок вокруг геометрии. Теперь мы можем его продублировать и сделать такой же узелок вокруг этой части, где у нас будет другой конец шнурка. Давайте это сделаем. На режиме редактирования выделим весь наш объект. Теперь нажмем Shift и по оси X его подвинем. Теперь с помощью GZ подвинем еще по оси Z и от вида сверху мы можем его выровнять до нужной нам части по оси X и по оси Z. Так как это мы делаем в режиме редактирования, то тот же самый объект и сохраняются все те же самые модификаторы. Теперь с помощью клавиши A снимем выделение со всего. Выделим с помощью клавиши L только вот этот объект и будем сейчас работать с ним. Во-первых, что мы видим, конечно, это то, что он гораздо меньше, чем нам нужно. Но так как у нас уже есть определенная заданная ширина, то нам лучше будет добавлять именно длину, а не ширину. К чему я это говорю? К тому, что если мы с помощью клавиши S это будем расширять, это конечно все замечательно, но у нас получится вот эта часть гораздо больше, чем вот эта часть. В принципе, можно оставить, конечно, будет и так, но у нас здесь достаточно равномерная длина шнурка по всей его длине. И да, кажется, что он не изменяет своей ширины на протяжении всей геометрии. Поэтому отменим вот эту операцию, подвинем эту геометрию поближе сюда и сейчас мы будем с ней как-то работать и пытаться вот эту вот петельку, которая у нас здесь есть, обернуть уже вокруг этой геометрии. Ну, первое, что можно сделать, наверное, да, это выбрать вот эти вот нижние полигоны по два. Вот. И с помощью GZ подвинуть его до того уровня снизу, где у нас будет нижняя часть вот этой петли. Да, вот так мы их подвинули. Теперь выберем вот эти два полигона, которые у нас есть на петле. С помощью Ctrl плюс расширим выделение до вот этой как раз боковой стеночки, да, и подвинем по оси Y, так чтобы у нас наша петля выходила примерно хотя бы, да, и была здесь около границ нашего объекта. Вот. Теперь то же самое вот с этими задними стенками, да, буду выбирать здесь их. Вот они у нас есть. И подвину по оси Y. Вот. В принципе, вот та заготовка для нашего узелка. Теперь мы можем вот эти все верхние элементы от вида сбоку, придя на режим сетки, мы можем все вот эти элементы выбрать и опустить по оси Z. Мы видим, да, вот здесь этот уровень, где у нас все это дело пересекается. Вот. Будем на него ориентироваться. Вот, что у нас получилось. В принципе, да, это уже ничего, это уже гораздо лучше, чем было. Ну, естественно, нам нужно будет добавить дополнительные петли и так далее, чтобы это все не выглядело так топорно. Вот. Либо расширить некоторые тут у нас части, да, например, вот эти два ребра выделяем, нажимаем GG и мы можем подвинуть эти ребра вниз. Вот. Так как у нас там вот этот переход, да, по углам занимал достаточно небольшую площадь, тут он должен занимать достаточно большую. Вот. Поэтому надо просто это комментировать. Выделяем вот эти два ребра с помощью GG, двигаем вниз, да, смотрим, что примерно у нас равномерная, да, по площади геометрия была. Вот. Это не настолько важно, просто это будет аккуратней. Вот. Двигаем как надо по оси Y. Если, опять же, что-то видим, да, что тут не совсем совпадает, можем вот эти ребра выделить, подвинуть по оси Y. Точно так же вот с этими. Выделяем два ребра, GG, опускаем на нужный уровень. Вот. Пододвигаем к нашей геометрии. Вот эти все можем пять тут выделить, да, какие у нас остались. Вот. И теперь подвигаем вот эту петлю к нашей геометрии назад. Вот что у нас получилось с этой части. Тут они у нас заходят вниз, да, надо вот этот вопрос решить сейчас. Выбираем вот эти два ребра, пододвигаем чуть-чуть вперед, но у нас тут получится вот такая вот петля, да, поэтому что мы можем сделать, можем добавить по дополнительной петле. Здесь и здесь. Добавлю ровно посередине, выделю оба ребра и с помощью GG подвину вниз. Теперь мы можем сделать здесь достаточно острый угол, и при этом у нас верхняя часть будет находиться там, где надо. Выделяем оба ребра, двигаем по оси Y, да, так как нам надо. Если что-то не нравится, можем всегда по Z немножечко подвинуть вот эти вот два наши ребра, да, вот эти два можем назад отодвинуть. То есть тот же самый процесс, который мы уже делали, уже делали на той стороне. Вот. Тут у нас что получается, смотрим, поправляем точно так же. С помощью GZ, да, подвину просто. А полигоны, опять же, это вот эта нижняя часть, да, тут не настолько важно, это тут не видно вообще. Вот, но все равно стараемся сделать нормально. Ставлю вот здесь два лупа дополнительных, выбираю холма, с помощью GG опускаю ниже, и мы сможем сейчас настроить, как у нас тут вот угол идет. Выбираем вот эти четыре ребра, отводим назад немножечко по Z, чтобы они вот тут у нас, да, были рядом с геометрией. Так, GY, отводим назад, вот эти два, GY, смотрим, да, чтобы у нас ничего никуда не заходило. GZ можно поднять повыше. Вот. Вот. Вот что у нас примерно выходит. Это, опять же, да, вот не идеальный вариант. Мы можем еще поднять повыше по оси Z здесь наши ребра. Главное, смотрим, как это все со всех сторон смотрится дело. Так, GY, Z, вот так вот. Так, что здесь у нас сверху выходит. Сверху у нас тоже, да, достаточно высоко все лежит, поэтому выделяем вот эти вот наши полигоны, которые тут друг над другом находятся, да, аккуратнее, смотрите, вот, мы можем их опускать. Можем выделять отдельно ребра, вот эти вот, и тоже с ними работать, да, тут у нас идет вниз геометрия, поэтому можно и опустить их пониже. Вот эти два ребра выбрать, смотрим, да, на режиме сетки, если что-то не так, да, как они тут лежат, проверяем. Вот эти два ребра можно немножечко отодвинуть по Y назад, да, по Z немножечко вверх, вот. У нас здесь сейчас получается вот такой вот загиб, его быть, конечно, не должно, да, поэтому, опять же, на режиме сетки выделяем вот эти два ребра, вот эти два ребра, опускаем их ниже. Вот, и теперь только отдельно вот эти два ребра пододвигаем, так же, как мы делали там, опускаем немножко вниз, и теперь нам надо затянуть эту петлю, да, которая у нас получилась. Опять же, вот тут мне ребра еще немножечко не нравятся, поэтому я их приподниму повыше. Вот, и теперь нам надо опустить петлю. Выбираем вот эту петлю, нужное количество, да, полигонов, опускаем по оси Z. Вот, ориентируемся сначала вот на эту сторону, а теперь выбираем вот эти два ребра и опускаем их дополнительно, так, чтобы они у нас накрыли нашу геометрию, да. Вот эти два опускаем по Z, так, как надо, смотрим, да, чтобы у нас все аккуратно, опять же, было. Вот, если что-то не так, да, немножечко можем по Y пододвинуть. Вот, вот эти два можно еще по Z немножко опустить, чтобы было все ровно. Смотрим, как у нас это все дело получается. По-моему, получается неплохо. Нам надо вот эти вот ребра обязательно, да, еще выделить. Сделать им Ctrl-E, Edge, B, Weight, и поставить его на единицу. И теперь мы можем вот эти два ребра, получившие у нас, экструдировать по оси Y. Вот, также вот этим ребрам добавим с помощью Ctrl-E, Edge, B, Weight, веса. И вот, что у нас здесь получилось. Вот тут небольшая, да, заминочка вышла. Сейчас мы ее исправим. Вот эти два ребра выделяем, поднимаем по Z. Так, здесь вот это вот можно поднять немножко по Z, да. Главное, чтобы смотрелось в объектном режиме и все хорошо. Вот. Вот какая петля у нас вышла. Она одинаковая по ширине с одной и с другой стороны, поэтому ее подсоединить друг к другу не составит проблем. Переходим в режим редактирования. У нас эти два элемента, это одна и та же геометрия, да, поэтому мы можем их подсоединять. Выбираем вот эти два ребра, переходим в режим сверху, и там сейчас это нужно будет экструдировать. С помощью Ctrl левой клавиши мыши экструдируем. Вот это все. Раз, два, три, четыре, примерно пять раз. Это тоже, да, на глаз. Просто сколько вам нужно для того, чтобы вот эта кривая получилась достаточно плавно. Вот. И сейчас мы будем это все дело подсоединять. Мы видим, да, тут у нас выше, чем нужно нам геометрия, поэтому включим режим пропорционального редактирования в режиме Connected. Нажмем GZ, увеличим достаточно наш круг, чтобы у нас вся наша веревка шла вниз, да, мы можем видеть это по задней части. И начинаем опускать нашу геометрию. Вот я думаю, вот так будет хорошо. Перейдем на режим сетки, посмотрим, приблизимся, да, к нашим ребрам. И теперь нам нужно будет верхнее ребро подсоединить к верхнему ребру с помощью клавиши F и нижнее к нижнему. Как вы видите, геометрия автоматически добавилась. Теперь нам осталось только добавить вот этот Bevel, да. Выбираем вот эти все наши ребра. Можем с помощью Shift-Alt правой клавиши мыши вот эти все ребра. Да, они у нас, вот они все выделились. Нажимаем Ctrl-E, Edge will wait и добавляем вес единицу. Посмотрим, как это выглядит. Ну, выглядит это достаточно неплохо, да. Вот здесь слишком большой такой единиц, на что залом, да, получился. Поэтому мы приблизимся тут, включим режим сетки, вот эти два ребра выберем, перейдем на вид сверху. Вот, и начнем, только обязательно отключив профессиональное редактирование, да, выберем вот эти все ребра и начнем двигать немножко. Так, чтобы у нас сначала перпендикулярно, да, шла эта петля, как будто, вот, а потом уже она заворачивала. Опять же, все делаем на режиме сетки, потому что они тут идут вдвойне сложенные, да, наш шнурок тут. Вот, вот как все это выглядит. Вот как это выглядит на режиме Solid, да. Он получается даже немножко уже, чем у нас на референсе, да. Вот, главное, чтобы его было достаточно хорошо видно. Как я уже сказала, да, если вам что-то не нравится, вы можете войти в режим редактирования и поработать отдельно с этими узлами, например, растянув их, да, и стоя с другой стороны и так далее. Ну, я думаю, как пример, да, этого будет вполне достаточно, поэтому на этом со шнурком мы закончим, да, и перейдем к дальнейшей работе. В принципе, на этом все. Дальше мы будем только выискивать всякие недочеты, исправлять их, да, если они у нас есть, проверять пропорции, вот, и делать всякие другие уже финальные работы, да, с нашим фонариком. Во-первых, вот эти пустышки. Выберем их и удалим. Они больше уже ни за что не отвечают. Вот, и они нам здесь больше не нужны. Так же, как и большинство референсов, мы, может быть, посмотрим вот на этом референсе, попадаем ли мы в пропорции, да, возможно, вот на этом первоначальном нашем, но остальные нам не нужны. Откроем побольше окно иерархии, посмотрим, какие у нас объекты заблокированы для выделения, да, это несколько пустышек. Включим всем возможность выделения и начнем их выбирать и потихонечку их удалять из вида. Вот этот, вот этот, вот этот объект, да, вот этот у нас вообще дубликат, вот этот, вот, вот этот оставим горизонтально, вот этот вертикально тоже можно удалить. Вот у нас осталось два объекта пустышки. Посмотрим, что у нас вот это еще за пустышка, приблизимся, да, к ней. Если я начну ее двигать, то у нас текстура все еще не связана, да, вот этот объект наш. Поэтому выберем его и применим к нему модификатор Simple Deform. Да, повторюсь, что надо заранее сделать резервный файл на случай, если надо что-то будет потом изменить в этом во всем. Я такой файл сделала, да, теперь можно применить модификатор Simple Deform. Все, и этот объект пустышку также удалять. У нас тут есть на слоях, да, если вы делали со мной, да, тут на слоях всякие разные штуки лежат, вот, в том числе тоже с непримененными модификаторами разные части нашего объекта. В принципе, неплохо бы, да, тоже все это на каждый слой отдельно зайти, либо с помощью щелканья по квадратикам, да, либо с помощью цифр на клавиатуре вы можете переключаться по слоям, перейти в соответствующие слои и вот это все дело поудалять. Да, ну, давайте я это даже так и сделаю, да. Выберем все здесь, удалим, выберем на этом слое все с помощью клавиши A и удалим. Здесь все выберем, удалим и здесь все выберем, удалим. Вот, у нас осталось вот такой вот, вот такой чистенький файл, да, только в первом слое у нас что-то есть. Вот, теперь, что нам стоит сделать, наверное, это переключиться на сайт Calls Render, да, мы так по-быстрому, да, создадим материалы для нашего фонарика, чтобы просто посмотреть, как он выглядит. вот, сделаем рендер, да, и я покажу, как можно сделать рендер сетки, чтобы потом это все дело совместить и показать, да, например, кому-то. Вот, поэтому вот этот точечную лампу, да, которая у нас есть в сцене, уберем ее отсюда. Вот, у нас есть камера, но она направлена совершенно не так, как нам надо. Давайте выйдем на нее с помощью клавиши 0 на цифровой клавиатуре. Нажмем Shift F и подвинем камеру так, чтобы она смотрела, да, целиком охватывала наш фонарик. Ну, то есть, чтобы хоть как-то она была направлена так, как надо. Вот она стоит теперь на месте. Теперь давайте разберемся с пропорциями. Перейдем на вид сверху. Подложим наш референс под фонарик. Для этого нажмем GX. И, по-моему, мы двигали его на 3 единицы, да? Нет, не на 3. GX. Сейчас начнем двигать, посмотрим. На 10 единиц, да? Нет, на 11. Нет, на 12 мы его двигали, извиняюсь. Вот, я просто смотрю по нижней горизонтальной панели. Вот, я помню, что я его двигала на точное, да, какое-то значение GX 12, да, и вот он оказался у нас прямо под нашим объектом. Перейдем на режим сетки, да, посмотрим, как это все у нас попадает, да, выделив объект. Так, он у нас немножечко все-таки сдвинут, да, в сторону наш референс. Поэтому мы его по X немножечко подвинем. Так, где он у нас там находится? Так, GX, да, переключусь на режим Solid, подвину его, вот. Нам надо проверить, попадает ли он. Так, по длине он практически попадает, да, если хотите, можете вот эту часть сделать вот тут, да, немножко уже, то есть о чем я говорю, да, это выбрать вот эти все вершины, которые у нас здесь есть. Вот, и просто по оси Y их подвинуть, так, чтобы они лучше попадали в референс. Вот, вот так, да. Здесь у нас практически все нормально, да, тут небольшие, да, расхождения с референсом есть. Можно их исправить, можно, в принципе, не исправлять, да, тут не настолько это существенное отличие. Вот, и здесь у нас все идет нормально, здесь у нас вот эта часть, да, она осталась на месте, все нормально, и здесь то же самое. Вот, так, тут как идет, да, у нас здесь уголок, вот этот вот в геометрии, так, сейчас мы его посмотрим, да, вот здесь вот, а здесь у нас в геометрии что идет? Так, я точно не помню, да, поэтому давайте GX минус 10, еще раз сейчас посмотрим на него. Тогда тут идет прямая часть, сход, прямая часть, и потом опять вовне уходит. Так, тут у нас что происходит? Тут у нас идет сход, и часть не прямая, поэтому вот это надо исправить, конечно, да, это на референс не похоже. Двигаем его обратно, GX 10. Переключаемся на режим детактирования, смотрим, как у нас должен идти по референсу наш объект. Вот идет спад, да, потом идет прямая часть, и обратно. Выбираем вершины, которые нам нужно подвинуть, в данном случае это вот эти вот вершины. Посмотрим, какая у нас ось будет перпендикулярна им, в данном случае это ось Y, и ограничим движение по этой оси, то есть нажмем S, а потом Shift Y. Подвинем, то есть расширим, да, всю нашу геометрию, эту выделенную так, чтобы здесь у нас был прямой участок, для того, чтобы он был действительно прямой, допустим еще дополнительный луп, и с помощью EF подожмем его здесь, с вот этой нижней стороны. Посмотрим, как это выглядит, теперь на объектном режиме. Эта часть выглядит хорошо, но что здесь у нас получилось, да, на самой геометрии, давайте посмотрим. Так, войдем, переключимся, да, на режим редактирования, подъедем поближе сначала к геометрии, и переключимся на объектный режим. Она стала выглядеть хуже, потому что мы вот эти вот масштаб вот этих вот вершин видоизменили, да, пододвинув его сюда, а те вершины, которые у нас входили в состав вот этих вот дуг, они своего положения не изменили, в результате у нас получается вот такая вот впадина, да, тут некрасивая. Поэтому что мы можем сделать? Давайте временно отключим видимость Сабсерфа, нажмем С и будем выделять все вот эти вот вершины, которые у нас здесь есть. Вот эти, вот эти, вот эти, да, и так далее. Без вот этих. Вообще, в принципе, да, можно это сделать, по-моему, от вида спереди, да, но спереди это не особо удобно. Это можно сделать от вида сверху, если мы включим режим сетки и выделим рамкой все вот эти вот вершины дополнительно. Это можно было бы сделать, да, и с самого начала просто я хотела показать, какие ошибки тут могут возникнуть у геометрии, если просто перенести, да, вот эти вершины сюда, несмотря на результат. То же самое, да, мы можем теперь подключить обратно модификатор Subdivision Surface, включить его видимость на объекте, нажав на иконку на четвертую, и точно так же с помощью S Shift Y начать двигать вот эту нашу геометрию, так, чтобы здесь в плоскости у нас были примерно ровные, да, S Shift Y, то есть, чтобы визуально у нас было все аккуратно на геометрии. Давайте посмотрим на это. Ну вот сейчас, да, геометрия стала острой по краям, да, как она и была, как она здесь идет, вот, вот, и при этом тут нету никаких вот этих зажимов, которые только что были. Вы можете, да, поиграть, опять же, с помощью S Shift Y, да, с этим масштабом, и посмотреть, как это будет выглядеть лучше всего. Я оставлю в том варианте, как он был, да, или подвину немножко ниже, это надо просто смотреть, вот от такого, да, вида сбоку примерно, чтобы понимать, как там двигаются эти плоскости. Вот такой вариант можно оставить. Тут поджимающего лупа, кстати говоря, нету, да, как такового. Мы можем вот этот луп с помощью GG подогнать ближе, да, туда вправо, либо добавить дополнительный луп здесь. Сейчас на режиме вот этого вот это плохо видно, да, поэтому снимем его временно. Вот, и с помощью Ctrl R, GF добавим дополнительный луп с этой стороны. Если его еще не было, посмотрим, есть ли он здесь, да, с этой стороны тоже можно добавить. Ctrl R, GF и подгоняем с этой стороны. Вот, и теперь здесь попадет аккуратная геометрия, и здесь тоже самое. Аккуратненькая геометрия у нас получилась и от вида сверху, если мы посмотрим на референс. Теперь у нас здесь вот есть вот эта прямая площадка, которой нам не хватало. По высоте мы примерно попали, опять же, можно выделить вот эту часть, и если вам кажется, что по высоте немного мы не попали, то просто выделить все вот эти вот вершины, кроме этой, да, только верхние, вот, и двигать их в режиме редактирования на тот уровень, который вам кажется наиболее подходящим. Давайте еще раз. С вот этой задней части до передней пробежимся быстро. Здесь мы попали. Так, сейчас посмотрим, тут как у нас все идет. Здесь все хорошо. Тут дальше можно вот эти полигоны, конечно, тоже. Вот эти вершины, в смысле, да, здесь у нас меньше впадина, поэтому мы можем вот эти все вершины выделить на режиме сетки. И с помощью S-Shift-Y точно так же их подвинуть ближе, да, в соответствии с нашим референсом. Так, так, даже можно еще чуть-чуть, да, S-Shift-Y и двигаем их. Вот так. Смотрим на контуры. Дальше все нормально. Дальше мы уже проверяли, да. Тут у нас дальше идет, вот тут вот спад не совсем такой, как он должен быть, да. Поэтому мы опять же можем выделять по два ряда вот этих вершин, нажимать S-Shift-Y и двигать их так, как нам это нужно. Точно так же здесь выбираем два ряда, S-Shift-Y двигаем под референс. Здесь два ряда выбираем, подвинем с помощью G-Y их немного выше, и с помощью S-Shift-Y подвинем на нужное расстояние. И здесь вот эти три ряда можем выделить и нажать S-Shift-Y. Подвинем их на нужное расстояние, с помощью G-Y немного приподнимем до нужного уровня, и вот мы получили более точное попадание в референс. Опять же, здесь даже можно еще вот эти два ряда сверху, два ряда снизу, с помощью S-Shift-Y подвинуть дальше. Вот таким вот образом. Здесь эти два лупа находятся очень близко друг к другу, поэтому у нас плавного спада не получается. Нажмем G-Y, подвинем немного ниже, теперь выделим вот этот луп, S-Shift-Y, и начнем сужать, пока не попадем примерно в референс наш. Тут тяжело это все посмотреть, как это выглядит с этой стороны. У нас по идее должен быть вот этот вот луп находиться по оси Y ниже. Сейчас посмотрим. Выйду из режима сетки. Так, в объектном режиме. Так и так. Вот этот треугольником здесь он должен сходить. Поэтому двигаем его по G-Y примерно вот до этого уровня. И теперь S-Shift-Y и обратно. Вот сюда. Можно немножко выдвинуть его вперед, чтобы аккуратнее получилось. Так, так, так. И здесь вот этого нам уголка не хватает. Он тут идет таким вот образом. Поэтому воспользуемся теми лупами, которые у нас здесь есть. S-Shift-Y в стороны их двигаем. И теперь вот этот верхний ряд с помощью G-Y подвигаем на нужную высоту. Если нам не хватает какого-то лупа здесь до нужной формы, мы должны его добавить. Двигаю сначала эти полигоны сюда, я теперь добавляю здесь луп, нажимаю S-Shift-Y и сжимаю до нужного уровня. Если нужно, мы можем с помощью G-Y опять же его опустить на нужную высоту. Посмотрим, что у нас здесь получилось. Вот этот переход должен быть более плавным, поэтому вот этот луп я тоже опущу. С помощью S-Shift-Y подвину его вот сюда. Вот что у нас получилось. эта часть, мы попали примерно, но опять же у нас референс не совсем точно стоит, поэтому тяжело так определить. Так, переходим к передней части теперь. Переходим на режим редактирования. Что нам нужно сделать, так это вот эту вот всю нашу часть внешнюю поднять до уровня референса. потому что мы сейчас немного, как вы видите, не попали в него. Внутреннюю часть нам при этом трогать не надо. Какой самый простой вариант, это, наверное, мне так кажется, скрыть внутреннюю часть. Выбираем точку на внутренней вот этой части, центральную, и нажимаем Ctrl-Plus. Удерживаем, да, Ctrl-Plus до тех пор, пока у нас примерно вот эта внутренняя часть вся не выделится. Теперь нажимаем H. Тем самым мы скрываем эту внутреннюю часть. Переходим на вид сверху, включаем режим сетки, и теперь у нас остались только те вершины, которые принадлежат внутренней части. Выбираем с помощью B все вершины, которые у нас здесь находятся, и с помощью GY подтягиваем их на нужное расстояние. Теперь, что здесь у нас получается? Нам нужно, чтобы вот эта часть была немного шире. что мы сделаем? Сначала нам нужно вот эти выбрать до вот этого уровня, потому что иначе у нас тут переходим на режим редактирования, и теперь нам нужно будет вот эти все вершины на внешней стороне подвинуть немного по оси Y, так мы немного не попали в референс. Но для этого нам нужно предварительно скрыть внутреннюю часть. проще всего этого будет сделать перейдя на режим Solid, выделив центральную вершину внутри, и теперь мы можем нажать Ctrl+, и будем нажимать его либо удерживать до тех пор, пока у нас внутренняя часть примерно вся не выделится. Ну, так будет достаточно, вполне. Теперь мы можем нажать H, и эта внутренняя часть скроется. Если мы теперь перейдем на вид сверху, то при режиме сетки у нас будут здесь видны только те вершины, которые принадлежат внешней части. Что, собственно, нам и нужно. Выделяем все вершины внешней части, которые у нас теперь стали доступны. Нажимаем GY и двигаем до того уровня, пока у нас не совпадет примерно с референсом. Я ориентируюсь вот на эту часть и вот на эту часть. Посмотрим, что у нас здесь получается. Вот у нас получается вот такая картинка. Единственное, что внутри вот этих выемок, у нас небольшие ямки и неровности шейдинга. Давайте включим отображение модификатора на поверхности. И мы тогда сможем определить, где у нас что не так. Основная у нас проблема это вот эта внутренняя часть. Если мы нажмем W Smooth, мы сможем в разделе Repeat в панели инструментов выбрать число повторений и операции. Давайте нажмем 10 и нажмем клавишу Enter. Вот что у нас произойдет с этой выемкой. Но при этом она, конечно, немного потеряет свою форму от той, которая была первоначально. Поэтому давайте отменим. Еще раз выберем только внутренние полигоны, вот эти вот. И нажмем W Smooth и в этот раз количество повторов поставим например, 3. Вот что у нас вышло. Внутренняя часть сгладилась, у нас больше нет этих ошибок с отображением. Теперь мы можем то же самое повторить и на других частях. Выберем полигоны, которые находятся здесь. W Smooth с тремя повторами. И теперь если мы будем выбирать вот эти внутренние части, все, выберем остальные раз, два, три, так, где там у нас четыре, пять, шесть, все, все выбрали. И теперь достаточно нажать Shift R, это повторение операций, и они все сгладятся точно с таким же количеством повторений. Нажимаем Shift R, вот и все. Мы сгладили все наши вот эти вот элементы. Если вы видите, да, что что-то не работает, и у вас есть сомнения, можно это проверить, да, перейти на объектный режим и просто посмотреть это все визуально. Я вижу, да, что здесь кое-что осталось, поэтому у меня есть сомнения в том, что операция прошла корректно, да, скорее всего потому, что я после того, как применяла смыв, переключалась из объектного режима в режим редактирования, да, поэтому она повтором не сработала. Ну что ж, да, давайте тогда просто на режиме редактирования выберем все вот эти вот штуки, они у нас уже выбраны, нажмем W смыв и здесь количество повторов три. Все, выходим на объектный режим, вот теперь они применились, да, теперь у нас это все аккуратненько выглядит и гладенько, точно так же, как на верхней и нижней частях. Посмотрим от вида сверху, да, так, 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 да, вот это расстояние примерно я тут смотрю, да, может быть оно немножко больше, это я уже на самом деле, да, просто придираюсь, можно выделить, да, понятно, вот это все G по Y немножко отодвинуть вниз вот эти все детали наши, лучше, конечно, на режиме вершин работать, да, выделяем вот это все, двигаем по Y, да, если очень хочется там расстояние подогнать корректное, так, потом вот этот ряд выделяем, да, G по Y тоже двигаем там дальше, вот сюда, например, да, и вот эту часть выделяем, тоже G по Y и попадаем в референс, вот так вот уже лучше стало, да, сейчас посмотрим, как это выглядит все, ничего ли у нас не слетело, нет, ничего не слетело, все хорошо, прекрасно, вот мы эту ошибку, которая у нас была, подправили, проверим, теперь, что у нас вот с этими частями, тут вот шнурок у нас, да, сбился в сторону, поправим его, он должен лежать, не задевая фонарик, да, но при этом аккуратно попадая сюда, в принципе, я бы развернула его по оси Z, но тогда он снова попадет петлей сюда, мы можем этот вопрос, да, решить, перейдя в режим редактирования, и перейдя на режим сетки, и вот эти вот наши четыре, так, три здесь, шесть лупов, да, развернуть немного, опять же, вот, и на режиме Solid их сориентировать, так, чтобы они точно попадали туда, куда нам надо, вот, да, в данном случае, вот, как он будет у нас лежать, вот, проверим на полигоны, всю геометрию, да, тут все нормально, здесь у нас что, здесь у нас, в принципе, тоже все нормально, да, только мне вот, честно говоря, вот эта задняя часть не нравится, мне бы хотелось вообще, чтобы тут был сабдив, конечно, потому что у нас все сабдивом, а эта штука без сабдива, поэтому хотя бы первый уровень сабдива неплохо было бы добавить, да, так, что у нас здесь, бывало у нас тут есть, который мы вручную сделали, тогда осталось только подровнять лупами с одной, с другой стороны, да, так как мы тут на лупах особо не экономим, в данном случае, вот, то мы можем добавить пару лупов, с одной стороны, в принципе, можно и с другой стороны, да, вот так вот подогнать это все дело, у нас здесь плоскость, поверхность ровная, да, поэтому это будет достаточно нормально смотреться, но это настолько, на самом деле, маленький элемент, да, что тут это вообще не принципиально, но так вот он как-то получше выглядит, да, когда он на хотя бы первом уровне сабдива, вот, я бы от вида сверху еще, кстати говоря, вот эти бы вершины и вот эти вершины подвинула сначала немного, вот так, по оси Y, и теперь выделила бы только эти и подвинула еще чуть-чуть, вот, чтобы такую форму придать нашу, нашей вот этой вот коробочке, так, посмотрим, что у нас тут с полигонами, просто смотрим сейчас, нет ли ничего лишнего, да, чего-то, что мы забыли, здесь все в порядке, тут, что у нас, здесь у нас много лупов, да, но мы их убрать практически, да, не можем, тут сейчас посмотрим, может быть, центральные вот эти вот можно убрать, опять же, если да, у вас нет ограниченного какого-то полигонажа, да, можно их оставить, если у вас ограниченный полигонаж, вот такие вот лупы, которые, в принципе, да, не держат формы, не служат ни для чего, их, конечно, лучше удалить, да, в данном случае тут геометрия у нас идет немного по-другому, да, что у нас здесь с этими вершинами, давайте приблизимся, посмотрим, они куда-то, да, тут ускакали, сейчас мы предвидим и посмотрим, как это все дело выглядит вообще, имеет ли это какое-то значение, да, для геометрии, так, как это все дело выглядит, в общем, сейчас я просто удалю вот эти три лупа с помощью Ctrl X, и посмотрим, как это все дело выглядит, если это все будет выглядеть чище, то так, тому и будет, да, надо их удалить просто, и все, и не заморачиваться этим вопросом, так, у нас здесь гладкий идет шейдинг, а тут, тут вот есть какие-то ошибки, когда у меня лупы эти оставлены, все здесь выглядит лучше, поэтому, знаете, что я тут удалять этого всего не буду, но если вы вот эти три лупа выделите все, и с помощью Ctrl X их растворите, да, и у вас ничего не изменится, вот, то советую вам тогда их это все-таки удалить, чтобы сократить количество полигонов, и сделать чище просто геометрию, дальше вот эту часть смотрим, да, ну, тут все нормально, опять же, тут можно через один лупы убирать, да, если это ни с чем не связано, вот, но мы такой, опять же, говорю, задачи такой не ставили, поэтому, тут, сейчас просто смотрим, нет ли чего лишнего, так, здесь все нормально, если Alt H нажмем, у нас вот это, появится тут наш регулятор, так, как тут идет, геометрия, она в основном, вот, туда простые полигоны, поэтому тоже, ничего тут особо разбираться, здесь вот у нас все поддерживает, все, да, тут эти выемки, то есть лупы, в основном поддерживают, либо их, либо сгибы геометрии, так, чтобы она выглядела плавно, вот, особо тоже, да, не сжать тесны полигоны, потому что, тут у нас, сейчас второй уровень сам дива, если захотите, вы сможете его даже до первого снизить, опять же, при условии, что у вас достаточно полигонов, вот, а если их нет, придется его поднимать, 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 сейчас второй уровень смотрится вообще очень хорошо, да, на первом, ну, есть вот эти вот огрехи какие-то, да, вот, на втором практически уже ничего не видно, только если очень близко приближать, вот этот шнурок мы сделали, большой шнурок мы сделали, вот, мне кажется, самое время на, именно, создание самого фонарика, да, на моделирование его, остановиться на этом, вот, и мы сейчас просто небольшое количество времени посвятим созданию материалов, да, его рендеру, я покажу, как рендерить наш объект, да, и рендерить его сетку, чтобы потом, например, могли это все совместить, вот, и использовать там для других каких-то работ, да, опять же, вот, чтобы показать сетку. Reference, нам, в принципе, это больше здесь не нужен, поэтому мы можем его отодвинуть достаточно далеко. Теперь нам осталось добавить материалы нашему объекту. Посмотрим, что будет, если мы сейчас нажмем Shift Z, у нас в сцене нет ни одного источника света, есть просто свет, вот, идущий от мира. Нам нужно сейчас решить, какую сцену сделать, сделать ее светлой, или сделать ее темной. Так как у нас фонарик по цвету, в принципе, темный, да, сам по себе, вот, то лучше бы, то лучше бы, я думаю, сделать его на светлой поверхности, например, лежащим. Вот. И так его форма, да, и различный его рельеф на поверхности будет лучше виден. поставим в разделе мир цвет, да, который будет более ярким, какой-то, да, в таком роде. Перейдем снова на режим Solid. Еще посмотрим на наш фонарик. Если мы сейчас подложим под него плоскость с помощью Shift и Mesh Plane, увеличим ее, да, эту плоскость, и подвинем под фонарик, то мы увидим, что он не на одном уровне у нас находится, да. Вот. Это, конечно, не очень удачно. Вот. И, во-вторых, он очень большой по сравнению со всей сеткой, да, он просто гигантский. Поэтому выберем плоскость над землем, Alt-G, чтобы она у нас села прямо в центр нашей сцены. Сделаем мы ее поменьше. Нажмем Ctrl-A, Rotation Scale, чтобы применить параметры. Теперь от вида сверху. Снимем выделение со всего сначала, и затем выделим все. В вот этой рамке, да, все, что принадлежит фонарику, кроме вот этой плоскости. Для того, чтобы снять с нее выделение, Shift правый клавиш на нее делаем. Теперь мы можем подвинуть наш фонарик вверх. Вот. И уменьшить его по размеру. В принципе, да, все сейчас с ним хорошо, кроме одного, кроме того, что мы не можем за какой-то определенный фрагмент весь этот фонарик таскать. Объединять все эти фрагменты с каким-то одним, да, не хотелось бы. Поэтому давайте мы сделаем объект-пустышку, которая у нас будет родителем для всех частей фонарика, и с помощью которого мы сможем манипулировать всем фонариком в целом. Давайте сделаем его на нижней границе вот этого нашего плафона. Перейдем здесь на режим сетки. Переключимся на вид спереди и выберем любую из вершин, которая у нас здесь есть на передней части. Да, я сейчас приближусь, посмотрю, то ли я выбрала. По-моему, не совсем то выбрала. Вот эту вершину, например, выберем. Нажмем Shift-S и поставим курсор к выбранному. Теперь переключимся на объектный режим. Ctrl-Shift-Alt-C и переставим центр этого объекта к 3D-курсору. Так, это мы что сместили? А, это я центр сместила, поэтому последнюю операцию отменю. Я забыла, что не то надо делать. 3D-курсор у нас здесь стоит. Центр оставим, где он там был. В принципе, это не важно вообще. Вот, Shift-A нажмем, добавим в объект пустышку и тип ее выберем Plane Axis. Назовем ее в Outliner фонарик и теперь выделим все наши объекты, которые принадлежат к фонарику, кроме пустышки. Shift-правой клавиши на ней. Снимет с нее выделение. Еще раз. Shift-правой клавиши на ней и теперь Ctrl-P Object. Set Parent to Object. Все наши части фонарика препарентились вот к этому нашему объекту пустышке. Теперь, если мы будем его вращать, то вместе с ним будут вращаться все части нашего фонарика. Точно так же мы можем его масштабировать, точно так же мы можем его перемещать и так далее. С помощью Alt-G переместим его в центр нашей сцены. Вот, как мы видим, как он находится. подвинем немного плоскость, чтобы наш фонарик весь умещался. Но он сейчас у нас ни на чем не лежит, поэтому нам нужно от вида сбоку приподнять немного пустышку, например, вот настолько, и затем начать поворачивать и следить за тем, чтобы у нас на одном уровне находились точки опоры, вот эти две точки опоры, которые у нас будут фонарика здесь и здесь. Так, опускаем, смотрим, опускаем, смотрим, GZ, так, я бы еще немножечко развернула, смотрим, как здесь это выглядит, G по Z, так, вот, да, у нас фонарик теперь лежит на этой плоскости. теперь нужно на эту плоскость положить и наш шнурок. Перейдем на его режим редактирования, выберем один из лупов, который у нас находится здесь и включим пропорциональное редактирование из панели снизу в любом режиме Connected или просто Enabled. Нажмем GZ и будем увеличивать круг, чтобы у нас двигался фактически весь целиком наш шнур. Так, двигаем, вот что получается. Тут части вот эти оказались немного ниже. Мы их сейчас подправим. Сначала опустим вот этот наш основной луп вниз. У нас вот эти тоже уехали. Мы сейчас это тоже подправим немного. Выключим пропорциональное редактирование, выберем вот этот луп, подвинем его вверх по оси Z, так, чтобы у нас провод лежал на поверхности. Мы можем его к поверхности к этой примагнитить. Если мы здесь активируем в магните режим Face и Closest GZ и Control удерживаемый на поверхности позволят нам привязать шнурок к этой поверхности. Выделим вот этот луп GZ. Тут пусть он уже немножко приподнимается, так как он идет сюда. Вот эта коробочка, где она должна лежать, я думаю, что она должна лежать на плоскости. Это более реалистично, чем она сейчас висит в воздухе. Она ни с чем у нас не связана. Мы можем ее свободно перемещать. Переместим ее вниз. Теперь вот этот объект нужно туда же переместить GZ вниз. И теперь вот эту часть вот этого объекта перейдем на режим сетки. Выберем наш узелок вот этот вот. Включим режим пропорционального редактирования сномер в режиме Connected Alt O. Перейдем на режим Solid и начнем выпускать. Опять же, смотря чтобы у нас круг был не очень большим и чтобы он не захватывал все подряд. Смотрим, как у нас реагирует. вся наша вот эта геометрия остальная подводим от вида сбоку точно так, чтобы у нас наш узелок охватывал петлю. Мы уже об этом позаботились, когда делали эту петлю. Теперь осталось только ее подвинуть. Смотрим, чтобы здесь у нас ничего не нарушилось. Здесь у нас все держится, здесь у нас все держится нормально. и теперь здесь мы можем выделить вот эти все четыре наших вершины. Так, как они по x выглядят. Вот, и теперь как они по z себя чувствуют. Так, отключаем режим пропорционального редактирования. Включаем сбоку gz. Они у нас не на одном уровне находятся, поэтому я выберу отдельно вот эти четыре, кроме вот этой. Переду на режим сбоку и подвину их. И то же самое сделаю вот с этими вершинами, подвину сюда. Так, посмотрим, как это выглядит. У нас все еще провод немного приподнят, да, он как будто натянут, поэтому что можно сделать? Будем выделять вот эти вот лупы, да, и опускать их. Выделять, опускать. небольшие петли тут могут оставаться, да, так как он достаточно эластичный, возможно, вот внутри, да, он сверх тканевый, может быть, внутри он эластичный. Так, так, что у нас здесь происходит? Вот этот, да, немножко ниже опущу. Вот, вот мы попали, куда надо. Он лежит на поверхности, да, где-то он чуть выше, где-то он чуть ниже. В целом, вот, да, что это себя представляет? Мы опустили вот эту штуку на поверхность, это хорошо. Да, теперь только осталось выделить вот этот вот объект и опять же на режиме сетки вот эти вершины немного опустить по Z и вот эти тоже немножко опустить по Z на что он как будто уходит вниз. И желательно, чтобы все это еще было плавно достаточно. посмотрим еще GZ да, он будет прогибаться вниз под своей тяжестью, поэтому сделаем дугу в вот эту нижнюю сторону, да, GZ GZ и здесь GZ вот так вот что получилось вот здесь еще сейчас опущу немного, да, я вот опять же просто уже смотрю как что выглядит вот вот что у нас получилось все теперь я думаю можно добавлять материалы света так далее и рендерить давайте посвятим этому отдельное последнее видео в этой серии потому что я просто не хочу сейчас торопиться да и ужимать вот эти все рендеры и сетки да и выставление их до 10 минут да чтобы в час уложиться примерно вот поэтому спасибо за внимание да встретимся в следующем видео